Если расспросить владельцев магазинов, в какую сумму им обошлась автоматизация их торговых точек, то вы будете удивлены разнообразием ответов. Кто-то ухитрился уложиться в пару десятков тысяч, а кто-то потратил на свой магазин многие сотни тысяч рублей. И при этом результат, на первый взгляд, очень похожий. Онлайн-кассы подключены, в базе хранятся номенклатуры и цены товаров, автоматически рассчитываются остатки на складах и полках, принимаются заказы и работают курьеры. Отчего... Так в России березы шумят. Нет, отчего же цена этих решений отличается в несколько раз? Давайте попробуем разобраться. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Начинаем. Давайте разложим весь процесс автоматизации магазина на несколько составляющих и посмотрим, сколько это стоит. Итак, приступим. Первое. Необходимо выбрать программное обеспечение. Давайте сравним несколько наиболее популярных вариантов. На рынке давно себя зарекомендовали товароучетные решения от фирмы 1С. 1С-розница, 1С-управление нашей фирмой и 1С-управление торговлей. В одном из предыдущих роликов мы уже рассказывали о различиях между ними. Но тут нужно упомянуть, что каждое из этих решений доступно в двух версиях. Базовой, то есть однопользовательской, и профессиональной, которая позволяет одновременно подключать несколько пользователей, а также модифицировать программу под нужды клиента. Так что у нас есть два варианта. Использовать типовые товароучетные решения 1С в проф- или в базовой версиях. Добавим к ним и третий вариант. Относительно недавно появившееся решение 1С-касса. Часть системы решений для малого розничного бизнеса под названием 1С-просто. Второе. Это покупка программного обеспечения. Тут уже есть различия. Базовые версии товароучетных программ 1С стоят примерно в 4 раза дешевле, чем проф-версии. 1С-розница проф стоит 13 тысяч рублей, а базовая всего 3300. А вот приложение 1С-касса для малого бизнеса стоит 4500 рублей. То есть почти в полтора раза дороже, чем базовая 1С-розница. Странно, правда? Но давайте посмотрим на другие компоненты автоматизации. Мало купить программу, нужно еще и оборудование. Кассовые аппараты, сканеры штрих-кодов и весы мы тут рассматривать не будем. Они могут быть одинаковыми во всех вариантах. Но нужны еще и компьютеры. Обычное товароучетное решение 1С для быстрой работы требует довольно мощного компьютера с процессором не хуже Intel Core i3. Такой компьютер сегодня обойдется вам не дешевле 35 тысяч рублей. А вот 1С-касса может работать даже на слабеньких нетбуках с процессором Celeron или Intel Atom по цене от 16 тысяч рублей. Четвертое. Программу нужно установить, настроить, а иногда и даже доработать. Тут есть нюанс. Если вы уже знакомы с решениями 1С, то вы сможете сделать это и самостоятельно. В конце концов, в России есть около 300 тысяч человек, которые умеют хоть как-то программировать на платформе 1С-предприятия. Но вот если вы впервые столкнулись с 1С, то для настройки решений вроде 1С-розницы, 1С-УНФ или 1С-управления торговлей вам понадобится помощь специалиста. Тут все зависит от сложности поставленных задач. И ценник может отличаться в разы. От нескольких тысяч рублей за типовую настройку базовой версии программы, до десятков и даже сотен тысяч рублей за более сложные случаи. Когда программа в проф. версии дорабатывается под специфические запросы клиента. Но вот 1С-кассу мы сделали специально такой, чтобы человек, который впервые столкнулся с решениями фирмы 1С, смог сам ее настроить и запустить для работы с самыми востребованными функциями учета. Так что тут расходы на настройку и запуск могут быть вообще нулевыми. Пятое. Программу мы запустили. Теперь нужно обучить ваш персонал работать с ней. Тех же кассиров, например. Чем сложнее программа и бизнес-процессы, тем серьезнее обучение. Предполагается, что если вы ставите проф. версию, то процессы в вашем бизнесе будут сложнее, а обучение дороже. Правда, обучение будет групповым для всех ваших сотрудников. Но накиньте на всякий случай пару тысяч в расчете на одно рабочее место. В базовых версиях обучение, скорее всего, будет дешевле. Но людей в таком бизнесе обычно меньше. И в расчете на одно рабочее место получится почти столько же. Впрочем, может и повезет. И обучение не потребуется. А вот в 1С-касса обучение вообще не нужно. Там все очень просто. Мы постарались. Ну и наконец шестое. Обновление и сопровождение доработок. Для базовых версий продуктов 1С серьезные доработки невозможны. А обновления бесплатны и устанавливаются автоматически. 1С-касса тоже базовая версия программы 1С. Так что и за ее обновление платить не придется. А вот обладателям профверсии придется раскошелиться на подписку информационно-технологического сопровождения, сокращенно ИТС. Не меньше, чем на 17 тысяч рублей в год на предприятие. Эта сумма распределится на несколько рабочих мест. Плюс помощь специалистов, если нужно что-то подправить и донастраивать. Так что год выйдет от нескольких тысяч рублей на одно рабочее место. Так что же получается в итоге? Если бизнес-процессы в вашем магазине нестандартные. Если вам необходимо дорабатывать программы под ваши конкретные нужды. Ну и если вы владелец крупного торгового предприятия с десятками магазинов и сотнями сотрудников. То ваши совокупные расходы на автоматизацию составят никак не меньше 50-60 тысяч рублей за каждое рабочее место. Даже без покупки контрольно-кассовой техники и торгового оборудования. Ну и не забываем про платные обновления и обслуживание. Ну если вам удастся вписать ваши бизнес-процессы в стандартные возможности базовых версий 1С. А эти возможности, поверьте, очень и очень широкие. То ваши расходы будут существенно меньше. Начиная от 40 тысяч рублей. Где львиную долю будет составлять стоимость компьютера. А вот если вы владелец малого бизнеса или небольшой торговой розничной сети, посмотрите в сторону 1С кассы. Здесь ваши расходы будут самыми низкими. От 22 тысяч рублей. Самый дешевый ноутбук и пожизненная лицензия программы с бесплатными обновлениями. С установкой и настройкой, скорее всего, вы сможете совладать самостоятельно. Конечно, чудес не бывает. Низкая цена здесь обусловлена более скромным функционалом. Но его вполне должно хватить для несложной торговли. Тем более протестировать программу и примерить ее на свой бизнес можно совершенно бесплатно. Об этом мы расскажем в одном из следующих видео. В заключении стоит сказать, что в нашем сравнении мы не рассматривали облачные версии приложений для торговли. Там разница в расходах на автоматизацию будет также обусловлена стоимостью настройки программ и обучения вашего персонала. А еще тарифами на использование облачных приложений. Изучите их подробнее и выберите тот, который в наибольшей степени удовлетворяет вашим потребностям. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok